Я не поняла, ты что так спугалась? А что, не спугалась что ли? Ай, привет! Привет, Лизок, подожди! Ты что вообще не слышала? Я вроде так громко! Я что-то сначала открыла, потом думала, надо же камеру включить, я же хотела включить камеру. Привет! Привет! Ты где? Ты где, моя красота? Красота ты моя, красота, да! Ой! Ой, друзья, я пришла с работы. Я на работе целую неделю жила. Ой, не надо. Да. Я, в общем, ушла на работу. А напарница-то моя в этом, на больничную ушла, в этом, говорит. Вот. И мне пришлось работать целую неделю без выходных. Я домой сюда ночевать не приходила. Я ездила к родителям, потому что, думаю, смысл мне туда-сюда ездить, но так далеко. Ой, до родителей ближе, поэтому я спустя неделю я приехала домой. Ой, как в гости. Чё тут Настя? Чё тут Настя? Чё тут Настя готовит? Чё тут Настя готовит? Мм? Какошка. Какошка, смотрите. Смотрите. Ничего, это значит вкусная картошка будет. И сосиски. Сосиски и салат ещё. А, ой, ещё и салат. А компот будет? Работа нет. Совсем нет? Есть арбуз. Арбуз. Не, на, ещё арбуз. Какой ты штучка купила. Фикс прайс. Да, смотри, чё я купила. Фикс прайс заходила, видите. Вот он мне нужен. Я тоже на него смотрела, смотрела, но он нам не нужен. Он нам не нужен, но я купила, у нас же есть чайничек такой, заварник. Ну, блин, такого нет, мне понравилось. Ну, 300 рублей. Ладно. Ну, прикольно, да? Вот такой. Ой, всё, капец. Это после работы, значит, я пришла. Крышка, хотела сказать, плотная. Ну, хорошо держится. Чё тут у нас хоть? Как дела-то? Ты цветы-то поливала, нет? Ничего не такие нормальные, не завяли. Ну, тот, который, это, папоротник. Её надо полить, надо будет завтра её подушить. Я очень осознала несколько там. Под душем надо. Ой, всё, друзья, наконец-то я дома. У меня будет один выходной. Один выходной, и я потом опять на работу. Не знаю, насколько. Может, больничная закроет, на пальце, может, не закроет. Вообще не знаю, просто не знаю. У нас, о чём попить есть? Ну, нет, конечно. Вот у неё есть, а у меня нету. Вот так вот ждёт она. У тебя купила? Ждёт она мать с работы. Конечно купила. Да? Да. Друзья, всем привет, всем здравствуйте. Извините, в начале видео не поздоровалась. Пришла с работы и просто вообще позабыла обо всём. Я снова у родителей, я снова живу на работе. Это уже вторая неделя пошла. Уже конец второй недели. Вот. Получается, семь дней я отработала. На восьмой день мне дали выходной. Один день я отдохнула. Как раз в начале видео я пришла с работы. И всё. Я пошла на работу с надеждой, что я отработаю. Всего два дня. И у меня начнутся мои трёхдневные выходные. Нормально. Но не тут-то было. На память всё не выписали. Ей продлили, получается, больничную. Ещё на целую неделю. И я работаю. Я снова живу там. Вот. Сейчас уже конец второй недели. Послезавтра приезжает Олег уже с вахты. А я всё ещё работаю. Вчера мне Тремль звонит и спрашивает. Лен, ну как ты? Я говорю, ну стою. Пока стою. Пока не упала. Он спрашивает вообще, сколько я ещё смогу проработать. Людей у нас не хватает. У нас сразу четыре девочки уволилась одним числом в начале месяца. Поэтому работать некому. Точки стоят, простая. Вообще закрыты некоторые точки. Потому что людей нет на них. Ну и я, соответственно, работаю без выходных. Он мне предложил, говорит, сколько ты проработаешь ещё. Сколько ты сможешь проработать без выходных. Ну, я вообще, ну если честно, я устала уже. Целый день на работе с десяти до десяти ничего дома ты не делаешь. Просто с утра встаёшь, собираешься, уходишь на работу. Ночью приходишь, ложишься спать. И всё. Больше ничего. Вот. Ну, короче, есть вариант, что он мне нашёл замену с другого сектора вообще. Там парнишка какой-то. Ну, что-то как-то страшно мне пускать, ну, другого человека на точку. Потому что вчера у нас такие новости были. Ну, я узнала. Девчонки увольнялись. У одних ревизия прошла нормально, а у других очень-очень ненормально. Там прям не просто на тысячи, а там вот с большими нолями недостача. Я теперь вообще боюсь, если честно, я боюсь здесь работать, на этой работе. И боюсь увольняться. Вот. Я прямо вчера у меня вообще башка вот такая была. Мозги кипели. Вот. И что-то как-то я сначала согласилась. А потом вот когда вот новость это узнала, я как-то это... И мне вот прям вот страшно. Вообще мы не пускаем, ну, других людей на свои точки. Ну, стараемся не пускать. Ну, конечно, есть такие моменты, когда вот, ну, просто вот нужен выходной. И некому, ну, как напарник с ним может выйти, и, ну, кто-то вот выходит, да. Вот. И, ну что, вот я теперь не знаю, смогу я проработать еще. Мне осталось еще четыре дня отработать эту неделю и еще, ну, на следующую. Вот. Короче, как-то страшно. Я вообще сама не выхожу на другие точки. Я всего два раза выходила на замену на другие точки. Ну, как просили, ну, подменить, и все. И я больше не выхожу. И на свою точку как бы стараюсь не пускать, и на подмену не выхожу. Вот. Короче, вот как-то так, как-то так. Даже и не знаю. Ну, Олег приедет. Ну, я думаю, вот я сейчас вот эти вот не отработаю. Олег приедет, и все. И я буду ходить на выходные. Ну, я как бы это, я человек, я не робот, мне нужны выходные. Ну, от работы кони дохнут, да, как известно. И вообще я живу не ради работы, я живу ради семьи. Поэтому, ну, и нафиг эту работу. И вообще я все деньги мира не заработаю, да. Я не трудоголик, нет. Вообще совершенно. Я не люблю работать. Некоторые люди вот прям работают, работают. Вот все хотят вот прям все деньги заработать. Ты не заработаешь ты все деньги, не заработаешь. Денег всегда будет мало. Сколько бы их ни было, их всегда мало. Вот, поэтому, ну, сколько есть, столько есть, да. Конечно, всегда хочется побольше, да, там, какие-то нужды. Вот. В общем, что я хотела вам сказать. Я хотела вот включиться и сказать, чтобы вы нас не теряли. Мы просто работаем. Да, мы работаем, мы живем на работе. Ну, я думаю, я думаю, скоро у меня начнутся, я надеюсь, скоро у меня начнутся выходные мои нормальные. И мы с вами поедем на дачу. Да. Дел там куча. Вот. Ну, все, друзья. Всем спасибо за просмотры. Всем спасибо за то, что вы меня выслушали, поставили пальчики вверх, подписались. Ну, все. Всем спасибо, всем добра и всем всего хорошего. Пока-пока.